Оу, щит! Оу, щит, мазафака! А, всё, мы продолжаем? Да, увы, мы продолжаем. Третья и заключительная часть похождения экс-милитари спешил эйджент Джошуа Рис. Смотри, у нас какой девайс появился, ещё более футуристичный. О! А кнопки-то зачем? С громадными кнопками, как у детских конструкторов, не знаю. Как у аккордеона с правой стороны. Да-да-да. Значит, эта фиговина позволяет нам записывать локации виртуальной реальности. Значит, это забивать координаты вручную. Эти вот четыре ряда, по много-много кнопок, это локации, да? Место для локации, значит, зелёненькие записывать, красные, справедливости, как-то так, не помню. И вот мы, значит, будем ходить. Это лабиринт, Саша! Обожаю лабиринты. Кто не любит лабиринты, тот хонка. Чё орёшь? А? Вот, ходим, ищем Points of Interest. Тут их несколько штук. На некоторых можно собрать по предметику другому, на некоторых можно повзаимодействовать, но не сразу, а может быть и сразу, а на некоторых есть живые существа. Вот, но сперва мы попали вот сюда. Чёртик блюёт. Чёртик блюёт. Значит, красной кнопочкой записываем локацию, хоп, и мы можем, так сказать, к ней быстрый доступ получить. А, всё, то есть это виртуальное всё хипное. Да, это всё виртуальное хипное. Лава-пул. Ря-ря-ря. У котика свои маршруты выслеены. Так, ладно, идём дальше. Здесь ничего интересного пока что. Лава нам пока что не нужна. О, опять мостик. Опять мостик. Пропасть. О, это прям как в этом, в Зловещих Мертвецах. Угу. Нет, ничего. Ничего нет. Ничего нет. Ничего интересного не происходит. Обожаю эти моменты. О, фонтанчик для воды. Да. Спасибо, что хотя бы... Кстати, у него рука такая морщинистая на этом крупном плане. Спасибо, что хотя бы есть вот эти точки быстрого доступа. Они заставили по лабиринту чапать туда-сюда, как нас заставили бы сделать другие итальянцы из компании Pendula, когда проходили игр Objective Уикокахония, где... Мы проходили её разве? Да, 47 экранов надо было чапать в одну сторону и в другую столько же. Или я удалил это всё из памяти. О, порнушка. Страдающая средневековая порнушка, да. Сейчас такие загадочные картины. Надо это заблюдить будет. Конечно надо. Займёшься этим? Ха-ха-ха. Кстати, ради интереса парочку установил на телефон себе мобильную для... Блин, просто посмотреть, как бы что и как это работает. Буквально дрочи, как хентай, что ли? Не-не-не. Смотри, у него у нас сигареты вместо зубов были. Вервольф. Вервольф? Майнфюрер? Вервольф? Перчатки такие. Ну, скажем так, написать такую игру можно за день. Сделай это. Где все враги на тебя идут, у них повышается уровень, с них падают алмазики опыта, и ты можешь прокачиваться. Так сделай же это, сделай. Только у меня уже мысль посетила, что... Да-да, нас этой мысли посещают уже лет 10. Не, ну я же не думал, что настолько все просто, то, что нравится. Мне кажется, он уже должен был подзарядиться достаточным количеством цинизма. Значит, обнаружили Вервольфа, но Вервольф нам тоже пока не нужен. Зачем нам нужен будет Вервольф, мы узнаем чуть позже. Кстати, такие же штучки, вот как на полу, я увидел на здании в Сергиевом посаде. Вон неделю назад. Мозаику? Да. Именно вот такие кругляши. А ты когда записываешь локации, ты когда наводишь уже на записанную, там тебе показывают, что это за локация? Да-да-да, на экранчике. Или надо запоминать? На экранчике показывает. Скриншот делает, понимаешь? Ха-ха-ха, черный юмор, мрачный. У тебя меню, я смотрю, очень сильно сузилось. Да, это как раз таки виртуальной реальности. Нас отняли все, кроме этой девайсятины. Вот, но мы уже... Не лучше ли выйти с этой территории и пойти домой? Пошел отец. И, кстати, мы можем пойти домой, но пока еще смысла в этом нет. Главное правило фильмов ужасов... Просто развернись и уйди. Нет, разделитесь и ходите как дураки. Я имею в виду. Вот главное правило фильмов ужасов. Еще желательно, если вы черный при этом. Обязательно. А если вам два дня до пенсии, то вы еще и в боевиках можете сниматься. И все будет у вас хорошо. Так, значит, мы настолько сильны, что сломали молоток. Почти сломали, значит, этот звонилку сверху. А, это типа парк аттракционов? Да, это тот самый хоррор-амьюзмент парк, который прям мне напомнил почему-то группу... А вот дымок, кстати, нарисован на заднем плане вот примерно как в «Зловещих мертвецах». В начальных титрах. Которую я уже не помню, сколько раз пересмотрел. Руке поплохело, я решил ее отсечь. Ой, олень как раз. Олень, да. Видимо, какие-то недвусмысленные все-таки отсылочки происходят. Ау. Ящик открывается. Закрывается. Еще разок. Ничего себе. Закрепим, так сказать. Да закрепим результат. Кстати, это нам понадобится. Открытый ящичек, но не сразу. Короче, просто нам нужен был второй ящик, в котором лежит пакет спичек. Пакет. Видишь, это пакет. Ну, так это же конверт. Ну, это же не коробок. Коробок, это вот то, что... Конверт, это не пакет, да, даже близко. Ну, это этот, конвертик именно такой, который с мягкими спичками. Я не знаю, почему не забыл сказать матч. Трофей. А хантинг трофей. Окей. Я люблю, когда я вижу надпись трофей, подхожу, и он мне говорит, это трофей. Понимаете? Паук. 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 Че тут делает паук? Да просто. Почти так же, как змей. Змей это немаловажно. Наша ненависть к змеям еще проявится. Прям как у Индиана Джонса. Да. Последнюю часть, которого я посмотрел. То есть такая же диарея, короче, да? Как его замучило на той сцене. Где он подстрелил этого араба. Значит. Не, нет. Я именно последнюю часть посмотрел. Самую последнюю. Я говорю, такую же диарею, которая его замучила на съемках одной из частей, когда он подстрелил араба. Первую. Да, да, да. Значит, что мы делаем? Горячо, потому что. Поворачиваем вентиль. Уж больно он горяч. Запарили. Горячь, как он сам этот. Наш Джошуа. Лысый мужчина. Лысый, горячий мужчина. Он такой из гей-порнухи, конечно. Почти как Вин Дизель. В свои лучшие годы. Почти. А последний Форсаж я, кстати, тоже посмотрел. Александр, подмигни, если тебе нужна помощь. Если тебя заставляют это делать. Нет, подожди. Ты потатил вот на это минимум часов восемь. Ну? Чем хуже вот это, точнее, чем это лучше, чем Диана Джонс и Форсаж? Всем. Во-первых, я сырость на стене собрал. Милдию, понимаешь, какую-то сырую залупу. Во-вторых, какую-то дрянь с пола я собрал. По-моему, замечательно, я считаю. Ты отлично провел время. Ну? Мне нравится, конечно, этот автомат. Причем, что потешно, я уже забыл, что было в последнем Форсаже. Так, семья. Нет, там... Значит, по пауку мы, поскольку мы ненавидим пауков, даем ему бэм, молотком. И знаешь, что он делает? Он вот этой своей лапой... Протыкает насквозь. Он придерживает правый этот самый... Ну, картиночку. Правое окошко, да, на руком бандите. Это нам на руку. А почему у паука шесть лап? Сколько, не шесть? Должно быть восемь. Разве? Да. Я думал, у него восемь глаз и шесть этих. Жук шесть, паук восемь, скорпион восемь плюс клешни. А, ну, может быть, позади они спрятаны. Или оторвались. Не, ну, по идее, тельце у него идет вот это вот, где все лапы, а дальше уже брюшка. В общем, смотри, значит... На брюшке ничего не должно быть. Выбросили, значит, джекпот, потому что правую эту держит паук. У нас теперь шесть монет. Закинули одну, получили свою обратную, еще пять сверху. Вот. Это автомат, в котором мы можем пострелять. Стоит это пять монет. Ммм, автомат, одноглазый змей. Еще тут в середине у нас там показывает приз, но это похоже на Гоутсе. Если кто знает, о чем речь, то я вам сочувствую, конечно, ребята. А теперь вы не можете... Гоутси — это Game of the Year. Да. Game of the Year. А Гоут — это... Это greatest of all time. Да-да-да. Да-да-да. Ну вот, ну в общем, пытаемся подстрелить, но нам слабо. Уж больно быстро X-Military не справляется. Такой... Фак! Ну монет он уже простал. Пять монет. Сейчас придется повторить еще раз. Ммм, ох уж эти игры, требующие повторения. Ну слушай, если бы это была игра от Сиерры, это был бы просто тупик, и нам сказали бы... Ты не добрал 500 очков. Что ты туда сделал, кинул? Липкую фигню. Он сам ее мог произвести. Каким образом? Насрав. Правой рукой. Ну это долго. А так она у нас на готове. Уже все карманы... Представляешь, он в кармане ее держал эту липкую за лук. Такой, ммм, классно как. А, то есть ты теперь по КД этот получаешь? Джекпот. Джекпот у нас будет неизменно выбиваться, и... В этом плане и в игре нет тупиков. То есть мы можем повторить действия, если мы не что-то зафоршмачили. Всегда можем повторить. И тут есть момент еще, когда, казалось бы... Американские горки работали. Я тебе заметил, съехал вниз, и дальше наверх не поднялся. Ну, в один конец. Как в Монке Айленде, там эти адские американские горки. Значит, есть моменты, когда мы можем прям один предмет просрать, и такие, казалось бы, блин! И есть еще вторая попытка всегда. Да, и вторая часть. Это мы увидим чуть позже. Значит, у нас первая добудем игрушку. Так он же верхний ряд не заметил. А вот этот ролик один ряд идет. Мы просто смазали все полозья в целом, и они стали медленнее. Было бы забавно, если бы это была аркадная вставка. О, да! Опять же, если бы это была Сиерра... Причем с шансом пройти рандомно. С первого раза. И рандомным. Типа, можно пройти, а можно я обосраться. Взяли куклу и взяли пульт рядом с ней. Управляющей этой куклой. Эта кукла такая похожа... Чаки. Да, на куклу Чаки, и... Так, не, я уж испугался, что я отошел от компьютера в этот момент. Или просто отошел в мир иной. Бизарр, ремонт-контрольный пупик, который я хочу на расширение рандомно. Бизарр. How bizarre. Че такое bizarre? Ну, типа, странно, но прям очень странно. Типа, есть weird, просто чудно, да? А вот bizarre, это вообще вот из ряда вон. А я из Blizzard, это вообще... Это метель. Ты не понял мои шутейки. Что это еще хуже. Вот оно что. Вот это шутейка. Требуется ли шутейки, когда мы говорим о Близарде? Так, и так. Куда? Да, приладить-то. Приладить нужно как раз в пустой ящичек. А почему именно в этот, а не в тот? А вот, потому что кнопка там расползла. Нам нужно, чтобы куколка, махнув ножом, это кукла с ножом, как Чаки, да? Нажав на кнопочку, вот мы нажимаем на кнопочку на пульте, она нажала кнопочку, чтобы мы отправились в сторону замка. И клетка опустилась, да? Да. Прямо сейчас. Совсем неподозрительно. Да. И не опасно, кстати. Нормально. Не вижу никаких проблем. Пуньк! Здесь какая-то душа даже вложена в этот момент. Как он называется-то, господи? Сэкбой. Угу. Это... Little Big Planet. Ой-яй-яй, как вы нагло тостырили. Ай-яй-яй. А чё, тканевая куколка? Угу. Были в Сергиевом Посаде в музее игрушки. Всем рекомендую сходить, очень смешно. А я вязал сэкбоя. Сэкбой. Нет, там был именно сэкбой. Ещё один паучок. Ну, в общем-то, нам туда не надо. Опять же, я не понял, зачем они его сделали. Просто, чтобы обозначить, что паук не умер, а сплёл новую паутина. Ну, бюджет оставался. Вот здесь я застрял на 3 минуты ровно. И я этот момент вырезал. Я сейчас обозначу, что я потерял. Короче, значит, вот сейчас ты увидишь, что я буду искать. Значит, череп. Пошутили про гаммы это. Взяли факел. И теперь мне нужно найти пепел. Торш — это факел. Да, факел. А Торш Лайт? Ну, собственно, факел. Годящий факел? Значит, смотри. Свет от факела. Значит, мне нужно найти пепел. В урне специальной. Ты видишь её? Сверху над этой херней что-то горит. Нет. Это лампа освещения? Угу. Смотри, я сейчас, короче, начну увеличивать, где этот предмет находится, потому что я точно так же застрял и натурально вот возился курсором, как дебил. Буквально 3 с лишним минуты. Я даже что-то... Мне даже как-то грустно стало. Ну вот. Ну, где-то, где-то, где-то вот здесь я начал. О, вот. Вот она. Вот она. Вот эта вот штука. Вот она. Это оно. Ну, это тарелка. Да. А почему именно эта тарелка и кто-то ки? Потому что нет, это она рядом с ней. Ага. Это вот брызье, чтобы это ни было. Вот. Ну, мы взяли немножечко угля, потому что почему бы нет? Пепла. Да, пепла, угля. Сажи. Сажи, короче. Вот, господи, по-русски-то. Вот, как она называется. Пепло, уголь. Моя твоя, не понимать, человеческая идиома. Уголь это четко обозначаемый предмет. А пепел и сажи это разные вещи. Сажа нам, короче. Сажа — это результат горения и оседания на стенках дыма. Давай не... А пепел — это то, что остается от... Не, 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 короче. Мы взяли предмет. Это был пепел. Мы взяли одну из трех составляющих... Там опять была вагонетка на заднем плане. Пороха. Ну, тогда это должен быть уголь. Значит, смотри. Значит, смотри, слева зеркало. Там чудик еще из него, вода течет. Последнее, что услышали от Маркуса Сандерса, пропавшего, или от этого доктора Моро, я не помню. Он сказал, зеркало не отражает. Зеркало не отражает. А мы думали, к чему бы эта фраза? Вот то самое пресловутое зеркало, кажется. Нужно решить связанные с ним пазлы. Стать вампиром и не будет отражать все просто. Может быть. Но может быть все куда менее запутано. А, ну это да, сложно найти Дакула в Трансильвании. Да, значит, у нас тут три книжки. Точнее, два свитка и книжка. В одной, значит, описывается про зеркало. В другой нам говорят о том, как сделать порох из трех компонентов. И в третьей книжке нам, собственно, она постоянно рассказывает, как убить оборотня с помощью серебряной пули. Джарлетта что такое? Банка. Берем банку. И мешочек. Мешочек в нем снотворное, в банке, по-моему, какая-то кислотная залупа. Потому что, ну, у нас же не может быть одной. А нет, это серо. Сорян. А, для пороха. Да-да-да, для создания пороха. Правильно. Уголь, серо и что? Какая-то вот сырая залупа, которая со скреб со стены там, я не помню. Не помню. И вообще нежелательно говорить. Рецепт этого. А, да, селитра, кстати говоря. Значит, на полу плитка. Нажимаем, вода прекращает течь. Окей. Давайте положим туда череп, который ты взял. Да, поставим туда череп с дыркой сверху. В черепе. Я все больше и больше понимаю эти игры. Ты практически итальянец становишься, да? Ты уже это... Начинаешь включаться. В режиме итальянского разработчика. Не знаю, почему я как немец еще начал играть. Я не думаю, что он будет в миграин. Используем спички из пакета. Из пакета спичек. Прям представляю, как прихожу в магазин и говорю, будьте добры... Пакет спичек. Пакет спичек, пожалуйста. Вам пакетчик с собой. Получился торч. Значит, смотри, да, нагреваем вот эту всю ванну воды, да, для воды. Которая, там ее нет воды. И сейчас мы что сделаем? Пар создадим. Создадим пар. Каким образом? Ну, в воду пустим. Каким образом? Челеп пнем. Правильно. Ты вот просто вот, хопа, все... Вот так-то. То есть это практически даже похоже на какой-то пазл, можно сказать. И мне кажется, почему они сделали хоррор-амьюзмент парк и замок, потому что они просто... Эти локации у них в голове уже у кого-то были, и они думали, как бы привязать к киберпанку. Чтобы это вообще связалось как-то. Да, сделаем вид, что это такая виртуальная реальность, на самом деле. А не у нас были просто ассеты или уже заготовленные эти рендеры, локации этих. Или, допустим, заказали части от разработчиков нарисовать всю эту х... А потом неожиданно крен сместился в сторону киберпанка. Да, и они такие, как бы это прицепить. А бюджет уже заканчивался. Да-да-да. Нужно пиццу, все потратили на макароны. Пепперони. Пепперони. Очень вкусно было, но игру разрабатывать-то нужно. Мамма миа. Чарльз Матиней ушел в отставку с должности Марио. Цифры, которые мы увидели на зеркале, мы должны продублировать здесь. А, и ты должен знать лимские цифры, начнем с такой мелочи. Но если ты настолько тупой, что не знаешь римские цифры, 7, 8, 4, 5, по-моему. Нет, я имею в виду, что, ну, давай спросим, просто пройдем по улице, покажем эти цифры и спросим, что они означают. Я думаю, что... Я думаю, что если люди, которые этого не знают, им надо, ну, провериться у специалистов. Потому что это надо вообще быть... Опять жопа такая мощная. Он слишком много уделяет этому тренажерному зале. Мне нравится, как он говорит формулай. Формуляр. Формулай. Нет, формулы во множественном числе, как A-E. Формулай. Он читает. Я не уверен, что это правильное произношение, нужно проверить. Но не очень выдающийся скул. Угу. Ну, он просто все в жопу вкачал, и как бы это остальное... Все мясо ушло в жопу, понимаешь? И он, бляжу, щеки втягивает, типа... Томми Лассо в комнате тоже дакфейс делал, кстати. Когда там это, в диктофоне кассеты менял, он такой, типа, я все запишу. Куртка почти как у Леона в четвертом лизденте. Да, это, можно сказать, потырили. Плитеча. В общем, момент какой. Мы понимаем, что это виртуальная реальность, согласно дневнику господина Морроу. Она опасна. Но господин Мартенс, который нас нанял, Хью Мартенс, он не принял никаких попыток остановить исследование, а наоборот, такой, ну-ка, давайте-ка интенсифицируем. И пофиг ему на страдания людей и на возможные побочные эффекты. А то, что потом это все газонгосильщиком может закончиться. Его не смущает совершенно. Он каким-то образом хочет, видимо, извлечь из этого прибыль, или он просто садист. Видишь, Морроу seems ecstatic, что у него там, типа, значит, ему дали деньги, Хью. Такой, типа, все профинансируют, бла-бла-бла. Но что-то может пойти не так. Например, все. И почему бы это не дать FMV роликам? Представляешь, итальянские... С текстом, с озвучкой. Может было проще портянку выкинуть на экран? Зачем, если есть однотипная анимация болванчика, который стоит и листает книгу? И там рукой что-то елозит подозрительно. Очень интересно. О, да, какая интересная книга. Доктор Морроу, расскажи мне все о проекте VST. Не, просто я как бы сам не любитель, когда очень много текстовых записок в игре валяется. Но здесь там, блин, просто пустите портянку титлом. Я не знаю, почему хотя бы слайд-шоу нельзя было сделать. О, да, сай, манишот! У него ягодицы, точнее, тазобедренные кости шире, чем плечи. У него пожелать, 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 пожелать. Женщина. Это трансгендер, толерантная игра, все нормально. Мы раскрыли этот... Раскрыли женщину в нем, Джошуа. Рокаспердида. Мы узнали про Рокаспердида и про то, что там людей... Гвинея Пикс. Да, как подопытных этих морских свинок используют. Гвинея Пикс? Да, Гвинея Пикс. Это морские свинки. Да, буквально. А почему не крысы? Подобные крысы. Ну, можно, как подопытные крысы. Как морские свинки, ты так говоришь, я не знаю. Как тебе удобнее, так и говори. Так, эта сцена длится уже минут пять. Джизис, я не могу верить. Хьютон нас предал. Да, да. Это прекрасно нарисовано. Я люблю большие боти, но я не могу ловить. Я не могу ловить, но это единственный лидер, который я имею в виду, что происходит. Я буду использовать позиционер. Встану в позиции. Это он, куда он? Мы узнали координаты офиса Хью виртуально. И тут виртуальная секретарша. Пожалуйста, дайте ему знать, что я приехал. Мой имя, пожалуйста. Мистер Мартин, не так... Она выглядит менее женственно, чем Джошуа, честно говоря. Извините, мистер Рив. Извините, мистер Рив. Извините, мистер Рив. Но зато формы, я могу сказать, потратили парочку килобайтов памяти. Да, да. По коэффициенту лорокрофтовости она, в принципе, это нормально, да? Значит, мы видим шоколадные конфетки, видимо, трюфелечки, может, еще даже какие-то. Что за восьмерка, Свет? Это важная часть для разгадывания будущего шифра. Шифр будет 8-8-8-8-8-8? Нет, чуть-чуть по-другому. Ну, запомнил, да, вот эту картиночку. Это несложно, в общем-то. Это, знаешь, как на калькуляторе, когда все сегменты забиты. Это почти радуга. Да. Тебе открывашку, может... Сейчас, погоди. Давай микрофон. Не, не получится. Давай открывашку. Синего цвета не хватает. Синего цвета. Тебе сил не хватает. Мне руку жалко, просто пальцы. Ну, ты не настолько разработал ее, как Джошуа, свою задницу. Потому что у меня по плану ипа. Попа. Она сломалась? Мы подсыпали ей снотворного на шоколадки. Так она же интерактивная. Ну, может и нет. Я не знаю, я предположил, что она виртуальная, но снотворная... Снотворная-то тоже виртуальная. То есть мы его добыли тоже в виртуальной локации. Открыли дверь в офис. Ну, тут такой предбанник офиса, конференц-зал, скажем так, да? Шокейс, это что? Стенд. Ну, типа, как это? Угу. Я понял. Пистолет. Меня прикладывают, как это, диафильмы крутят на стену без белого этого фона. Да, и при этом он какой-то трехмерный. Вот смотри, сейчас мы его запустим. А, это же будущее, это же Кибельпанк. Да, это виртуальный проектор. То есть просто картинку вывести в виртуальной реальности мы не можем. Нам нужен виртуальный проектор, который это делает. Значит, вот просто продемонстрируем. И попарники растут. Угу. Вполне себе. Которые я пересаживал в субботу. У меня спина теперь болит. Ох ты боже ж ты мой, какой хозяйственный молодой человек. Значит, взяли еще эту утреннюю звезду. Моргенштерн? Моргенштерн, да. Я знаю, как это называется. Да-да-да. Буквально утренняя звезда. Она нам пригодится, чтобы окончательно доломать эту фигню, по которой молотком колотить. А, это где, на силу типа? Угу. Нам нужен, звонилка нам нужна для нескольких нетривиальных таких вещей. И, кстати, вот две пули, да, это как раз-таки демонстрация того, о чем я тебе говорил, что тут можно один раз обосраться, но второй раз сделать правильно. Я тебе это покажу. Вопрос, почему клетка здесь, если он на ней уезжал туда? Не знаю, она вернулась назад. Но это не важно, потому что мы можем теперь телепортироваться. У нас есть координаты этого места. То есть нам, в общем-то, пох... Значит, теперь этот колокол, он будет действовать как чаша. Кстати, вот эта тема для телепортации достаточно интересна, честно сказать. Да. И она экономит кучу времени. Значит, кладем эту чашу. Она плавает на лаве, конечно же. Кладем туда серебряную монетку, последнюю оставшуюся у нас. Хобана. Сделаем серебряную пулю. Да. Монетка плавится, и мы обваляем снаряд в серебре. И смотри, что произойдет. Я что-то в гений. А, Вервольфа убить, во. Да. Значит, мы достаем ее тканью. Гениально, правда? Вы выкинули на... Jesus, that was lucky. О-о-о, какой я удачливый. Хорошо, что он через плечо не киданул. Да-да-да. Но нагнулся он по всем правилам. Это так, чтобы спину не напрягать. Мне кажется, у него швабра в жопе. Поэтому он такой раскачанный. Так, идем убивать Вервольфа. Но эксперименту ради я решил... Так, во-первых, я забыл сделать порох. Сейчас я немножечко протуплю. Типа... I must put a gun... А, gunpowder. А, то есть ты старый ствол нашел? Да. Как раз в шоу-кейс. Причем потешно, что этот ствол как бы все-таки... Не для... Таких пуль. Ну почему? Ну там, смотри, сзади стоит этот... Баёк. Баёк, да, который будет бить в капсюль. Где порох. И вылетать будет пуля. Это стандартный патрон. Может быть, это поджигается, который... На самом деле мы не видим точно. Но он сзади стоит. Поджигается-то он сверху. И качит. Нет, там засоспается этот самый... Сверху уже все. Ну, короче, неважно. Ладно, не заморачивайся. Мы там определенно кольт какой-то, этот пистолет, обозвали револьвером. Ничего страшного. Вот, я выстрелил обычной пулей. О, какая жалость. Damn, it didn't work. И, к счастью, у нас остался еще порох. Я уже думал, что опять софтлок. Но нет. А если... А, ну у тебя нет возможности пульнуть уже другой пулей, да? Да, то есть у меня осталась только одна пуля. Не, она правильная. Это как бы игра мне намекает. Да, порезвились и хватит, Дмитрий. И давай, как бы, это... Займите дело. Лучшие ракурсы. Да-да-да. На жопу. А почему как бы оборванец-то выглядит? Не знаю. Вулфмен. Я не знаю, почему у него такая ненависть к этому несчастному Вервульфу, который просто... Почему он его назвал Вулфмен? Вулфмен? Не знаю. О, да. Нагнись как следует. Присед у него работает, да и боже. Да, набрали кровушки. Кровушка разъедает металл. Потому что нигде найти кислоты, чтобы разъесть металл, мы, конечно, не могли. Это невозможно. Согласись. Ну, кислоту-то все использовал в паре локаций раньше. Да, пруд не мог использовать. Ну, как бы, сам понимаешь, да? И капаем. Капаем на металл, на металлический замок. И да, попадаем в святая святых господина Мартенса. Что у нас тут? Картины. Классические. Ну-ка, ну-ка, ребятки, те, которые озаботились поиском того фильма, про который я спрашивал. А теперь еще и расскажите-ка мне, что за картины, потому что наш герой... Don't know who it could be. И такой еще... А я не очень-то в искусстве силен. Вот. Значит, тут у нас компухтер. В виртуальной реальности еще виртуальный компухтер. В котором есть... Виртуальный пароль. Мы такие, ага. Понятно. Пароль мы не знаем. У нас есть бумажка. Что на бумажке? На бумажке написано, что у нас... Он встречается со стоматологом. Пиздец, важная информация. Значит, в столе мы находим диафильм. Это... Секретный диафильм. Мы не должны были его видеть, потому что он отобразит более интересную информацию, чем какие-то сраные графики с бесконечным улучшением, повышением надоев чугуна. Значит, тут мы увидим вот что. Смотри, Александр. Нет, это не Понг. Это... Это разные склиншоты Понга. Это схема того, как нам нужно... Вот помнишь, в комнате, где секретарша, наверху висела вот эта залупа? Это типа цифры. То есть пять, шесть, два... А, это типа это шрифт, который... Да-да-да. Нет, почему? Два. Это пять. Это исключает вот эти... Нет, это два был. Пять был первый. Это три. Почему первый пять? Я тебе показываю это самое. Посмотри внимательно. Это девять. А почему? Это зеркально, что ли? Почему зеркально? Ну, первое, это два. Почему пять-то? Потому что пять. Ты понимаешь, с пространственным воображением. У тебя справа сверху палка, и снизу слева, это два. Сам ты два, блин. Чуть-чуть, что ли, совсем мужчина. Где-то даже записано было, по-моему. Не знаю, как... Блин, я вот, к сожалению, не записал, я сам ответ записал себе, блин. Вот. Просто поверь мне, что это пять. Потом пересмотришь обязательно. Ну, это два. И увидишь, что это два. Пять! Ну-ка, оставляйте комментарии! Насколько Александр слепой. Что не различил. Не отличает двойку от пятерки. Джизис! Давайте еще эмейлы почитаем. Все еще это... Все еще стоим и уныло... Меня он все еще, как сказать, удивляется. Черт возьми. Короче, смотри. Мало того, что Хью, что Хью оказался мудаком и убийцей, которого не мешало бы остановить, чтобы совсем убедить нас в том, что надо его остановить. Знаешь, что... Нам нужна статуя Бетховена. Да, это во-первых. А во-вторых, смотри. Значит, в каком контексте он упомянет Джошуа? Твои догадки. То есть, как он его использует, скажем так? Хью Мартенс, что он скажет про Джошуа? Ну, шестерка. Шестерка? А почему, типа, мы его используем? Типа... Тупой солдафон. Тупой солдафон. Он не сможет нам отказать. Почему? Помнишь, я говорил вначале, мы обязаны ему жизни там, да-да-да? Ну. Как думаешь, какой самый тупой твист насчет обязанной жизни будет? На самом деле, он не обязан был жизни. Точнее, только создал условия для того, чтобы он стал обязан жизни. Да-да-да-да-да! Сейчас, смотри, ты просто охутишь. Это такое просто, чтобы обозначить, что злодей настолько злодей, что... Ух, какой он злодей! На самом деле, никакой новой информации практически мы не получаем здесь. Там Саймона убрали, ну и отлично, свидетели меньше, Мартенс доволен, он почти все уничтожил, все следы своей деятельности замел, и, в общем, надо срочно его это самое... срочно его остановить. И минимизировать угрозу от них. Опа! О, чё? Вот, а твист! Это же внутри Бетховен. Да-да-да, это Бетховен. Да? Да-да. Какой эрудированный, да? Да-да-да, это дело, потому что я убьёшь, что я обязанному жизнью. ЧЕГО?! Да ты сам это сказал. Глава, там ещё чего? Воскресательный знак, воссу сильно ищут точка. А? 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 Анимация. Существуя мою жизнь был флук! Мм! Ему нужны были наркотики в том самолёте, понимаешь? Он не нас спас, а наркотики, а мы просто как бы этот чел был, который в этом самолёте. Если бы не наркотики были в этом самолёте, он для нас не спас. Но он же всё равно спас его формально. Ну, формально это спас, но зачем-то он кому-то в имейле написал «Ха-ха-ха, я нанял этого лоха, Джошуа Рин!» Кстати, представляешь, какая история? Но он думает, что я его спас, но я спас наркотики. Ха-ха-ха-ха-ха! То есть, если бы он не спас наркотики, он бы автоматом не спас этого лысого, замечательного парня. То есть, опять же, если бритва и акама, какая разница, да? И, опять же, если бритва и акама ещё раз, нахер об этом писать какому-то ноунейму в имейле. Типа, кому это интересно? Ну, так, злодей поделился злодейскими планами. Не, но он считает, что он обязан мне жизни. А, это не телепорт, это херня, которая тебя переводит в виртуальную реализацию. Да-да-да, виртуальный, да-да-да. Ну, я в условии «телепорт». Так вот, нафига? Какие у него кустистые брови. И со шрамом. Зачем? Зачем говорить об этом ноунейму, что, да, ну, понятно, он обязан жизни, бла-бла-бла, но зачем разъяснять, что, ха-ха-ха, на самом деле он не обязан, прикинь? Я его обманул. Вот так вот. Вот так вот с мизичком. Да-да-да-да-да. Просто так, настолько тупорылый ход, я с этого, когда я первый раз играл и я прям заржал в голосину, там, какой злодейский ход. Это, как это, мы требуем выкуп один миллион долларов. Не-не-не, ты думал, для тебя это, я для тебя это был день, когда я убил твоих родителей и обрушился твою жизнь, от твоей надежды на прекрасный был. Еще для меня это был просто четверг. анимации рука такая же мелкая как и изящная x military рука он бы хорошо играл на флотопиан возможно потому что у него пальцы хорошо бы играл на его флете на рок аспердида а первый концерт дадут на вечерки до лица довольно конечно подумала об игре на фли у нас уж с кадыком проблем не кажется нас щитовидкой что-то зубка у этого все в порядке не в порядке похожую на танцы сильно на пушин на такого сильно пушевого человека сай думаю ты замучаешься выравнивать звук потому что систематически вот так вот у систематически ну что с тобой поделать это почти финал бегущего по лезвию 2049 да но они летят куда-то довольно дебильный такой объясни зачем вот этот мумпат нас на спинке сиденья как думаешь чтобы кто-нибудь сзади представил стульчик и калькулятор начал считать смотрел смотрел бы да в общем мы разрабатываем хитро план как пробраться внутрь а мы разделимся а то есть это еще не конец до верения сейчас будет самая последняя локация мы разделимся и это кстати почему мы летим там вот в это в пространстве 13 этажа я не знаю то есть по идее мы уже в реальность обычно он вернулся же да 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 вот смотри чё там за окном значит план такой разделиться и я не знаю почему видимо на рендер денег не хватило такие ну не могли даже воду нарисовать при том что мы к острову под подлетаем они это просто стекол нет вот варфар кай до far cry только со своей это есть нюансы скажем так значит разделяемся и мы ищем способ как обесточить сектор c в который проникнут вот эти ребятки да у нас есть специальный девайс для временного обесточивания он работает несколько секунд поэтому надо быть точно уверенным что именно ту линию обесточиваю нам нужно эту линию найти вот передварительно нас высаживает на пляжу ты можешь подобрать черепаху ну практически это тогда уже не фар край это кризис мы подбираем яйца черепахи я в самая начальность сцены кризиса я удивлен на самом деле насколько близко ты мыслишь к этой дебилизм дебилизм вот этой игры вот сами походу трансформируется в человека point and click у него не просто с каждой бутылочкой пива смотри нам не возвращаются на вас навернули все наши предметы полная лукошка говна вот тот самый девайс это переговор прайк зовут нашего этого чувака который смысл которым мы общались которые ричард ричард пайк ричард патрик пробит рога ричард патрик это его растение да это который в фильтр группе и он и начинал сыграл занимался делом отличать твоего брата да так мы даем яичко мы даем змее и что ты думаешь мы сделаем со змеей напомню мы ненавидим пауков почти так же как змей черепаха с его и точнее змея съест яичко а мы сидим черепаха черепаха там проснется очнется вылупит вот так вот просто чпок зачем тогда нужно было яйцо приманить и потому что тут камеры мы не можем под камерой высовываться типа то что каютом там змея такая взяла и неожиданно подпрыгнула аж от этого и у нас есть эти щипцы я кстати по моему мы их взяли в том где этот космолёт в самом начале где там мнение где мы вырубили этого чувака там пожарную тревогу активизировали но это ящики ты первый диск по моему второй начало второго ноги до того как мы познакомились с этими ребятками значит вот подальше звезда взял кусок змеи сводил съел нет но мы носим у запасов мы взяли значит дохлую крысу за эту игру да и уже кусок змеи помню это было тут есть проход налево но я не могу его найти короче такой а ручей и сейчас такой ну ручей указывает к и что ты думаешь действительно нужно идти по ручью и вот проход открывается такой вот а то есть пиксель хантинг локации это уже конечно круто что целая локация очередной замок сука почему подлог называется не знаю и финиковые пальмы пираньи пираньям скармливаем змей но тут я обманулся тут я обманулся надо было конечно сперва замок открыть это такой у тебя еще осталось часть змеи часть змеи лежит там да то есть это как раз второй пример того что нам дают две попытки а если бы ты допустим ее кинул он откажется это сделать второй раз скажут типа не я уже научен горьким опытом не зря x-military со второго фон и ван шейман ю фон и твой из несет мне очень сильный персонаж персонажа outcast напоминает цветовая гамму нет да 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 я понимаю джонс не катар слейд его звали этого персонажа я кстати не играл вот каст я чуть-чуть поиграл дома версия много раз куда по моему даже мы записывали и все правильно помню возможно возможно столько видео уже на канале что не помнишь ну вообще да тем более столько лет назад это все было сделано с двенадцатого года по моему если ошибаюсь на дачу записывал 10 лет а толку чуть ниндзя до проникаем ягодичный ниндзя ягодичный ниндзя bad first проникаем в прочителю министерство культуры разводим руками отодвигаем простыни а там отбеливатель напрашивается просто заполняем сыпем в ведро но я сегодня буду толерантен да мы мы стираемся на самом деле нам нужно постираться потому что он провонял уже пока ходил по всем этими рам это правда это правда виртуальной вонью провонял но смотрю даму боба фетт охранник до читает порнушку мы такие а читает ну знакомиться с порнушкой наслаждается значит откройте яйцо ты живу кинул змея я не знаю мы взяли несколько из там походу их было x он походу взял вообще все что можно было взять типа ну типа сожру на досуге закинули банку потом ведерко мы используем следующим образом как думаешь как на голову в день получим бабаки мы сольем его вниз и теперь там будет скользко чтобы тот кто туда попадет больше забраться не могу особо и провалиться прямо мира ним но там же есть пираньи да то есть этого мне кажется было бы достаточно но видишь то есть лишняя не анимация опять же не ну типа он проскают типа с чувак который мы сейчас ловушку заманим опять же вот пиксель хантинг типа пойди еще найди этот грейтинг а форме присед конечно вот у нас ловушечка значит включаем стиралку то в нее предварительно закинули жестянок пошуметь сильно грохочет какой ты мятый твои доспехи такие же мятые как твой голос не львгарда ведьмаке здесь бы кстати крик вильгельма подошел бы какие-то стоковые звуки тут конечно присутствует что неудивительно ключи хорошо что он оставил их тут они взял с собой был бы неловкий момент со скелета которые пираньи обглодали подбирать там все из жопы пираньи там доставать какой-нибудь съела window мне кажется слева аптека или медпункт да ты прав какой оброницательный но пока мы туда не пойдем ничего там еще не поломали чувака забавно что у него нарисован торс так что как будто он на тебя смотрит лицом там обе нет хриде грудная мышца бы не даже кранг лишь линия куртки чисто грудная мышца это морок да это морок на него тоже какие-то усилия по прорисовке были потрачены соседи маркус уэрами на варами маркус ухана маркса мы не увидели и не увидим не верю что ты что я там говорил да маркус загадочная личность а вот но бюджет кончился марова в принципе на крупных планах даже тоже это почти так же хорошо прорисован как джошуа ну хорошо это относительный термин конечно же ну волос хотя бы ни одна текстурка да мы объясняем расклад грим я пришел тебе вытащить мне нужны твоя одежда сапоги мотоцикл я прочитал твой дневник в виртуальном в общем объясняя все что мы видели до этого это такой знаешь типа если резюмирующая да да если игрок как бы уже успел как бы уснуть к этому моменту чтобы вспомнить как то есть нет бы какой журнальчик вести там на записочки вместо этого мы все это будем долго и унылёй деньги есть час да походу были на озвучку на на вот это вот она все остальное не очень так 100 тысяч вольт да это что-то это он нам проговаривает то же самое что мы и так знаем что там будет забор через который надо который надо обесточить а то 100 тысяч вольт и самое забавное что даже если будет 100 тысяч вольт но по ватам будет ни о чем-то не убьет но самое главное сопротивление конечно машинки появились на губах 100 тысяч вольт и небольшой этот не будет в любом случае то есть там к сожалению это уже количество переходит в качество в данном случае вот так что убьет гарантированно другой вопрос насколько имеет смысл 100000 вольт подсоединяйте мне кажется перебор не прикольная за лысенька где это волос расходится это пробор мнение там именно вот пациенту слишком пробористый пробор причем в некоторых сценах сам прикид тебя не смущает нет пополам разноцветный все обычное дело все так киберпанк да причем не удушки для очков очень что резинка на ключ на какой-то у ридика собственно в хроне хридика и такой же молнилый как хридик еще заметил что всех персонажей очень большие уши у этого с точки зрения анатомия допустима в общем у него с низкопассажные уши эта проблема там где сидел охранник и смотрел порнушку рядом с ними есть дверь в лабораторию мы не знаем точно код но профессор слышал каждый раз когда открывает дверь и там четко выраженный звук у каждой кнопочки поэтому нам нужно как-то ему воспроизвести эти звуки чтобы он нам сказал какой код как раз удачно в своем вертолете к нам сюда прилетел есть клавиатура не все когда переводишь в тоновый набор получаешь раз да проще гораздо проще у тебя есть к это свистулька мнение все еще проще ну только многоменно сил такой да и тебе то легко говорить а у меня геморрой я не могу столько сидеть сейчас мы еще раз проговорим то же самое просто продемонстрируем девайс для связи которого не было всю игру но появился у нас когда мы прилетели с тебе говорит девайс для связи с прайком его зовут эл прайк такое имя будущего его томпсон и эл прайк кстати да ее зовут его а мы джошуа и библейская так вот так вот так где адам вместо него религиозно не одобрят мухую антенна прикольная надо совсем не сломается говенка на это так очень удобно всегда приколы эти медленно крутящийся вентилятора это тогда не зачем типа что что вот что оставать кроме анимации воздуха до какой минимально возможно чтобы не дуло просто энергии трассе чтоб было значит смотри на столе у чувака лежит просто это устройство для записи рекордер mdvd то есть они и 9 а м 9 особый 9 будущем мобильный 9 до мобильный dvd будет вот такой мобильный карабин такая размером с бомбокс а он сейчас запишет звук каждой кнопки порнушка да он плакат я смотрю там девушка ниже пояса голена бурна вот апостол может взять у него и маскулинный такой гендерная падаль на при том что он женщина уже выяснили а да так что все нормально для пределах нормы тик чпань 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 не работает если потыкать пальцами тупо ничего не работал сколько комбинации можно подобрать сколько там цифр нужно вести 6 при 9-ти клавишные клавиатуре вам не здесь недельку по торчишь ну да благо что тревога нера не срабатывает когда мы неправильно набираем а у тебя даже это сейчас трактаж на час к этому перейдем значит профессор и профессор держи профессор нам скажет код посмотрю это еще очень интересно но он он видимо это снял плакатик зон жопу свою снял этим профессор смотри нам и заявлены оценивает а по 4 4 6 6 нет 77 ты это баллы знаешь когда ныря вы задница оценили на 7 7 у нас сочувствие к пленным аглесансы бичезда часть парис аглии санса you are one ugly мода пока да повезло что морожив а то бы мы не попали в лабораторию вызвали бы а фомки то уже нет да 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 значит смотри вот шифр мы наблюдаем я его расшифровал по честному это была первая попытка я тут обманулся тут еще самое смешное там будет схема которая подсказывает как исключить 4 4 6 6 7 7 которые мы ввели да то есть три три числа 3 цифра что нужно сделать в этом в шифре тут вот и первое это сумма умножение потом равно потом приплюсовать еще раз и вот равно и из этого вычислить какие-то цифры это просто довольно прикольно да то есть довольно интересная задачка я так посмотрел там типа вон открыть страницу да ну 1 ошибся говорю на 2 вот решил то есть вот ромбика закрашена это пятерки там нули круга кругляши ну то есть все поле я потом это привожу ты играл в дизонард 2 утомил он занимательная загадка у ворот где можно либо получить подсказку выполнив один из квестов либо угадать его нахрапом самому вот там я посидел поскрепили вот я часа два посидел вот это уже с этой задачка я посидел минут ну около часа может быть так потупил потому что первый раз опять же вопрос до их двойственность вот это вот что первый раз я неправильно там была одна из возможностей накосячить когда я воспринял это что это не приплюсовать а что это равно вот этой всей системе вот первый ряд со вторым то есть вот это две операции которые вместе друг с другом надо дело и понял то есть это можно и тогда ابetermем следовательно последовательно то есть сначала вот это получаешь результат получается что это при клипе при плюсовой но а я думал что это как уравнение понимаешь что оно равно вот этому равно вот этому и равно вот этому но не это последовало поэтому у должно было быть одну умножить на другое плюс это равно то они хотели это сказать переносом вот после плюса на второй ряд то есть это не очевидно и я в〈ージрин Guinea тнitu Да, и я, короче, это, ну, обманулся и решил неправильно изначально Вот, сейчас мы сняли с панели там, сняли там панели, обнажили три провода, не знаем, какой нам нужен Общаемся с нашими корешами И говорят, еще раз повторяю то же самое Говорит, ну ты узнай, че это, че нужно обесточить-то Благо, что в лаборатории был тестер Тестер Да, лежал, прям в соседней комнате И мы сейчас затестим нужные провода Дети, если вы 10 тысяч вольт хотите померить мультитест, я не рекомендую этого делать 100 тысяч вольт, извините Нет, то есть он воткнул тестер так, так, 220, 220, 100 тысяч вольт, нормально Это перевязаем Да, то есть не надо так делать Вы вообще не приближайтесь к 100 тысячам вольт, пожалуйста На расстояние даже, не знаю, 20 метров Вот, в общем, сейчас мы наложим, так сказать, девайс на контакт И какое-то время они смогут перейти Нет, то есть там Внимание 100 тысяч вольт Не проходить Это чтобы обезопасить себя от судебного преследования, если какой-то дебил наманется Правильно Почему нельзя было стремянку с собой захватить и просто перепутать Почему у него такие маленькие руки То есть он ее подносит Женственные, мы же выяснили Женственные Хорошо Экс-милитари, он еще и экс-леди из милитари Он израильский военный Присадиться, я не могу Осуждаю В общем, сейчас у нас будет аудиопостановка Под названием, типа, нас подставили В смысле, подставили? Ну, в смысле Пусть пробит парк, как мы Не-не-не, они попали не туда, короче Ну, сейчас сам увидишь Это такая Опять же, ничего этого мы не видим Они вот просто общаются на эту тему Окей Мы зашли Поверь нам Мы не стоим на месте, не курим сигареты Ага Да-да-да, Джошуа Нет никаких сомнений Это офис начальника тюрьмы Да кто себе не пи***ли все-таки Не-не-не, они ищут там какую-то эту Ерунду Чтобы вызволить этого Моро Моро в соседней комнате Пошли ключи Так мы не можем Как это, воссоединить Я не могу его вызволить Потому что ключей нет А ключи есть у них Они в соседнем И вот, видишь Он их нашел Наивные вы дурачки Кто ж меня остановит? Чпок, чпок Все, Эллу хана Больше мы его не увидим Эл, прощай Мы тебя, это Любили Наш любимый Роберт Патрик Поплавленный В общем Я ничего не напрягаю вас Он сказал Не-не, он сказал Что рисковать не будем Дамочку запираем И все проверяем Четенько Сверху донизу Перерыть всю базу А, это он говорит Своим подчиненным Да-да-да Командует Сверху донизу Можно бы его простернуть На самом деле Его можно обыскать Обнаружить там Зубную нить и термометр Да взять халат Не лишним было бы Кстати, я не помню Зачем нужен термометр По-моему, не зачем Тоже не бесполезный предмет Значит, эфир Тогда нам Ну что, надуем перчатку Правильно? Мы же в квест играем В конце концов Обычно перчатку мы так делали Когда самогоночку Нету Блягу Заглядываем в окно Там Железный гриль Железный гриль, да Зарешоченное окошко И вот окна Тюремных камер Вы слышите? Джошуа? Да, Джошуа Она как, этот Оззи Осборн, господи Вот, вспомнил Кого она мне напоминает Эй, Джошуа Я не знаю, где я Что за халат Где моя жена? Джоан Где я? Я не знаю Зомби, практически Я всегда был зомби Я нашла что-то, что нужно Экспоцировать Генесис Я нашла что-то, что Я думаю, может быть Какой-то код Я не могу Мне холодно Нет, у нее просто тремор Паркинсон Какой Оззи Осборн Полный косплей происходит Просто она перевоплощается Это виртуальная реальность Внутри виртуальной реальности Кстати, очки такие же I'm dead meat Так я про очки подумал Так у него потемнее Ну, по понятным причинам О, а здесь еще решили нарисовать Много раз вот этот кадр будет Еще раз, по-моему Сейчас мы ей передадим Значит Шприц С отравой Окей, done Окей, done It is done Шприц мы соединим с зубной нитью Все черное Да, все логично И с перчаткой И мы получим импровизированный Метод передачи шприца Почему там 6 пальцев на перчатке? А нейросеть рисовала? Или 5 там все-таки? Не знаю Ива А, 5? Да, Джошуа Что это? У меня есть что-то, которое может просто работать Ну, на миниатюрке возможно 6 Да, там что-то как-то бестолково нарисовано Ну, там либо очень криво нарисовано Либо их действительно было 6 It's game over Аккуратнее, а то будет это Game over Спойлер, game over не будет Вот еще один кадр Широкий Она как северокорейский заключенный Это рубище такое Не волнуйся Просто готовить, чтобы собрать стакан Который, который будет через кухню Окей Вот, пожалуйста О, целая анимация Кстати, как меняется графика Итак О, сейчас мы будем наблюдать Сцену этого самого Как в BloodRayne, я помню, господи Когда два дебила Майкл Мэтсона Этот второй, который вечно у Ви Бола снимается Типа Э, смотри, мой напарник куда-то делся Как так? Ну-ка, открой Открывай, а тут напарник по башке Как он в открытой Со всех сторон Тюремной камере Куда-то делся Ну, Ви Болл, отличный Лежиссер Потрясаю, я так угорал Второй лучший его фильм После Во имя короля, конечно же Ну, там-то да Да, там шедевр Это Шедевр на все времена А это просто шедевр То есть, это вот прям Отлично Там, считай, сколько собрали-то Мэтсона С Тетхама Куда? Во имя короля Рейлиота Был ли Мэтсон там? Вот, значит, Мэтсон не помню Рейлиота, С Тетхама И этот Джон Рейс Дэвис Да, этот И здоровый-то, который с челюстью Рон Перлман Да-да, вот он Там еще Мёрт Рейнольдс Ёпта А, да, кстати Короля играл Футболки, да Король футболки Ты мой сын Сказал он Джейсону С Тетхаму Его ничего не смутило При этом Ты говорит, мой внебрачный сын Поплавила жизнь Как бы Ничего, нормально Не, ну С Тетхам Он сейчас снимается В хороших фильмах Все говорят Типа, как он в таком трэше снимается Ребят, он в 2000 Каком-то году Снялся у Вибола У чё Сейчас же это Как она Про Мегалодона Мег Мег-2 С его участием Который поставил Прекрасный Между прочим Режиссер британский Бен Уитли Я не знаю, почему Почему ему дали это говно И он за это говно взялся Чё, а настолько деньги нужны, что ли Ну вот, видимо Как и Джейсон С Теттаму Другие фильмы у него Довольно артхаусные И, в общем-то, ну, хорошие Но это, конечно Я удивился Вот Она нам дала Вот, смотри Вот сверху подсказка Как раз 4-4-6-6-7-7 Это вот эти символы Которые можно было исключить А эти, соответственно Все остальные То есть, если бы я вот эту подсказку Видел до того, как решил бы шифр Я бы, в принципе, сэкономил Ещё немножко времени Ну, типа Нафига Вот Теперь у нас есть Все условия Для решения конечной задачи А именно Прохода в дверь слева И набора Последнего Финального шифра Это будет Последнее действие В этой игре И всё хэппи-энд? И всё хэппи-энд А битва с финальным боссом? Всё это будет в рамках катсцены Я надеюсь, она будет очень зрелищная Чрезвычайно Чрезвычайно И нолик последний Жопа Да А сбоку плоская, кстати О, даже от первого лица Ну-ка, мистер Хьюн Он похож на Роджера Кормана Я не могу просто Джошуа Я твой еб*** сделал Он сделал лицо, как делает Умеет этот Как его, господи Джек Блэк Ну, и как Джек Николсон Ну, либо да Джек Cat the crap, Хьюн Отрежь дерьмо, Хьюн Он садится, начинает стать лепой Нарежь мне кусочек Нарежь мне кусочек этого дерьмо His lack of balls Чёрт, дебил морой Его отсущие яйца Будь у него побольше яйц Пять, например Обратите внимание У Хью Мартенса Значок Карелии, по-моему, на груди Если сейчас увидим И галстук, кстати, такой довольно Элегантный Блин Поближе ракурсом Зелёный с красным Я же спас тебя А знаешь что? Ты жизнь не спас Я-то знаю, что ты наркотики спас Вот оно для чего всё было Типа не по***ли вообще Это потешный комп слева Это чисто ноут такой С подставочкой Ага А, ствол-то сохранил Олд френд Во, видишь? Ну там не те Ну понятно 30 или 40 Это то, что они тебе дадут, если ты хороший парень 30 или 40 Ты можешь пить твою кровь, Мартенс Пошёл, Мартенс В клетушку Третью клетушку займём И как бы нормально Я пойду во своясь Эти двое сидят в решётке И этого тоже посажу в третью И домой Пошёл Козёл А сейчас он такой тоже Гаардз I'll do anything Это уже в коле до шприца А он так обрисовывает Как будто сейчас какой-то экшен будет Но на самом деле Мы всё закончим Сейчас всё подешаем Да-да-да То есть типа какой-то Ну создаётся чувство Какой-то спешки Но на самом деле Всё Это было финальное действие Мы уже Титры впереди А у неё губа прикольная сделана С Мэй Такая Мы уже не увидим К сожалению Эх Будем наслаждаться Блин Последнюю анимацию Сделали максимально дерьмовую Кислотные репортажи Катрина Лепойнт Свежие новости Сейчас смотри Сейчас смотри на реакцию Народовича Как они будут Мы обнаружили секретный проект Который там Эксперименты на людях И вот это будет Самое реалистичное На нас Да 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 На все деньги Толпу сделали Да Да Три человека В тюрьму Куантанамо Где проводились Беспощадные Бесчеловечные Эксперименты На чертовых Эмигранта Кому не похуй У него кадиллак Да 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 Летающий кадиллак И сука не показал глаза Не узнали Какие у него цвета Почти судья Дредд Night Long Union City Conspiracy Ну как тебе игра? Дерьмо Да ладно Напиши Тресижн Скажите-ка ребята Я не понял Почему такое дерьмо И вот они тебе прям пишут Мы на вас ориентировались Геймеров Ну-ка давайте-ка Напишите Feedback is improvement Напишем В несуществующей уже Студии Тресижн Ребята Вы что сделали? Финальный Ой Ага Узнаешь локации? Это их студия Должна быть Нет Это локации Из другой игры А да Которую они Решили рекламу Этой игры Запихнуть В конец Этой игры Она вышла? Да По-моему она называлась Watchmaker Или как-то так Что-то там Франческо Пикассо Франческо Пикассо Фабрицио Лагорио Марко Картузи Дизайнер Эдуардо Гервино Симоне Скельца Мортин Браун Мортин Браун Мик Уайлд Руссел Смит И прочие Англосаксы И другие Джей Бенедикт Джон Чансер Это из Да Из игры По-моему То ли Watchmaker То ли как-то так Она называлась Ее мы проходить Не будем Сразу скажу Радуйтесь Вот это вот я прям Помню С той игры Такой особнячок Какой-то странный Разброс на самом деле Он Болдуин Один из семейства Видимо Ну так сказать Это Не выстрелила его карьера Да Понимаете 60 человек Как там было Или сколько Ну сколько-то было Главное уже это Фигурант Сядет скоро Алик В смысле Алик Алик Долго смеялся Над республиканцами И их обращением С оружием И в итоге Все закончилось Петро Вантилатичи Ник Уайлд Мартин Браун А музыка Музыка на фоне Что интересно откуда Картель интересно Зайдите на наш сайт Такое прямо затравочка Затравочка Хорошая какая Во времена отсутствия Нормального Скоростного интернета Как интересно Это почти как Трейлер перед фильмом Да-да-да Только после фильма И к другой игре Понравилось Вот вам еще Будет еще О-о-о Ребята Будет как Ммм В общем такая вот история Всем пока Всем пока Александр Ретировался Просто молча Выпался с дивана Субтитры сделал DimaTorzok